Чтобы сдать норматив ГТО, необходимо проплыть расстояние соответственно своему возрасту. Участникам предстоящего марш-броска этого показалось мало. Они увеличили дистанцию в четыре раза и преодолели ее с автоматом Калашникова за плечами. На финише пульс плотцов подошел к отметке 180, а верхний уровень давления к 200. Занимаясь спортом, мы хотим показать, что мы еще готовы защищать свою родину, и мы ее будем защищать. Вместе со взрослыми проверял себя на прочность и самарский десятиклассник. 16-летний мальчишка выполнял те же упражнения, что и ветераны войск специального назначения. Впечатления вообще замечательные. Я себя почувствовал настоящим солдатом спецподразделения. Мне это очень показалось интересным. Социологи подсчитали, что за прошедший год уровень патриотизма в России вырос на 15%. Пессимистичные экономические прогнозы его только усиливают. У России никогда в истории не было легких времен. Поэтому от сегодняшней молодежи тоже требуется мужество, так же, как от их дедов и прадедов, которые в годы Великой Отечественной войны защитили нашу страну. Они к этому готовились. Нормы ГТО должны стать нормами жизни, считают участники предстоящего марш-броска «Сызрань-Самара». За четыре дня на армейских лыжах они преодолеют путь в 200 километров. До старта ребятам предстоит еще сдать нормативы ГТО по бегу и метанию гранат. Инесса Панченко, Станислав Левин. События.